приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим о завистливых людях и поговорим о том как распознать завистливых людей какие фразы они говорят и почему таких людей нужно держаться подальше очень важные друзья и ценная информация поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца прямо еще ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите слово монетой вселенная быстрее приумножить деньги и те блага которые вам нужны вашей жизни хотим этого или нет но на каком-то определенном жизненном этапе возле нас появляется завистливый человек который своими действиями способен принести в нашу жизнь неприятности от таких людей лучше сразу держаться подальше но не всегда получается быстро распознать какие же чувства на самом деле испытывает определенный человек но если знать как завистливые люди себя выдают и не представится большого труда их распознать для того чтобы избежать дальнейшего присутствие их в вашей жизни и так завистливые люди часто употребляют такую фразу мне ничего ни от кого не нужно так они показывают что якобы они ни о чем ни в чем не нуждаются но с другой стороны они ставят вас в неловкое положение и вы ощущая себя некомфортно сами того не подозревая начинаете предлагать им свою помощь когда они видят что вы уже попались на крючок еще больше начинает от нее отказываться и в результате все что они желают вы сами им и преподносите такой фразы они способны манипулировать тем кому они завидуют поэтому если кто-то из вашего окружения любит проговаривать вот эту вот фразу вообще не реагируйте на нее говорить ничего не надо значит и не надо и не настаивайте на этом завистливые люди всячески стараются успехи других людей обесценить ну например когда вы добиваетесь каких-то определенных успехов они любят повторять следующие слова но что здесь такого он любой бы смог в этом нет ничего сложного или тяжелым и в этот период человек который добился успеха признание в чем-то начинает себя чувствовать некомфортно ему становится неприятно а вот завистливому человеку это наоборот доставляет удовольствие и зависимый человек возможно никогда и наполовину не сможет сделать того что сделали вы в данный момент но никогда этого не признает а наоборот расскажет что гордиться вам нечем такие люди все время чтобы вы не сделали будут акцентировать внимание на том что они бы это сделали лучше и что все что они вообще не делают даже маленькое дело они делают лучше всех и другим до них очень очень далеко свои успехи они всегда стараются выносить на всеобщее обозрение а успехи других наоборот и на людях старается при уменьшить таким образом они еще и самоутвердиться пытаются на вашем фоне или фразы не пойму почему же так ему везет также одна из их любимых фраз завистливые люди даже предположить не хотят что это возможно и не везение а результат старания реально другого человека они не стараются идти своей дорогой добиваться своих результатов и даже не обращать внимание на окружающих людей им проще списать все на то что им просто не повезло а кому-то наоборот везет на чтобы преуменьшить достижения других завистливые люди любят сплетничать они распространяют постоянно всевозможные сплетни этим самым они растрачивают свои положительные энергии и окружает себя достаточно сильным негативом что все они делают из-за того чтобы испортить репутацию человека которому они завидуют а свое наоборот они стараются в этот момент хоть хотя бы хоть как-то приукрасить завистливые люди подвержены такому разрушительному чувству как ненависть они постоянно кого-то ненавидит и как бы вы ни пытались наладить отношения с такими людьми ничего из этого у вас не будет получаться такие люди всегда рады от того что у человека которому они завидуют происходят какие-то неудачи или какие-то неприятные ситуации они всегда отслеживают и принимают участие в жизни людей которые их окружают они в глаза впервые стараются выразить свое сожаление о случившейся ситуации а у вас за спиной наоборот повторяясь что все что с вами произошло в это заслужили что чуть ли не вас высшие силы наказали что так вам и надо такие люди будут любят жаловаться на свою жизнь и часто в ней абсолютно нет таких проблем как они это преподносят вам эти все жалобы основаны на зависти на злости потому что они хотят иметь все то что есть у других людей и совсем не обращать внимание на свои собственные достижения сколько бы завистливые люди не зарабатывали денег им всегда будет их мало и они обязательно найдут новый объект для зависти при этом будут повторять следующую фразу я никогда не смогу заработать столько денег сколько есть у других людей у этих людей очень низкая самооценка и от нее идут все остальные их проблемы а вот свое превосходство они стараются доказывать постоянно с такими людьми нужно быть постоянно осторожными ведь нельзя предвидеть что и на каком этапе от них ожидать а еще и находясь возле них рядом вы попадаете под постоянное влияние негатива которым они окутаны которые излучают он даже способен разрушить ваше биополе и изменить жизнь не в лучшую сторону если вашем окружении есть такие люди то мы рекомендуем вам перестать с ними общего общаться вообще но часто бывает так что такой возможности нет ввиду того что это ваши коллеги по работе это ваши близкие родные люди то ни в коем случае не обращайте внимание на то что они говорят ведь этим они хотят не только понизить вашу самооценку но и самоутвердиться на вашем фоне а также отвлечь вас от поставленной цели делайте все то что считаете нужны и ни в коем случае ни на что не реагируйте увидев это они самые пересами перестанут общаться так как и не смогут добиваться нужного для вас результата помните об этом завистливые люди им нужно постоянно энергетически от кого-то питаться и если им не от кого этим питаться то в таком случае они знаете как те пиявки они отцепляются и ищут себе другого человека потому что им нужно постоянно вот этой питаться энергетика от кого-то и если она с вашей стороны закрыта то они будут искать другого человека найти как другую жертву так что обращайте пожалуйста внимание на свое окружение да иногда очень больно видеть что в окружении завистливые люди есть люди с плохими мыслями намерениями но другой стороны это ваши учителя благодаря которым вы открываете глаза и начинаете мыслить думать анализировать все в своей жизни друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите следующую волшебную фразу которая поможет вам жизни я привлекаю изобилие и достаток в жизнь не забывайте прописывать ваше полное имя друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео